Добрый день! Вы смотрите итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновской области 23 августа? Расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Владимир Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам. Фудкорты и кинотеатры закрыть и создать ковид-фризоны. В Ульяновске предлагают ввести новые ограничения. В Барышевском районе из-за окурка сгорел лес. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И первая тема для обсуждения – ситуация по водоснабжению в железнодорожном районе. В ночь на 19 августа из-за подвижки грунта произошла авария на водопроводе. Люди на несколько дней остались без воды. Сегодня мы полностью восстановили нормативные параметры водоснабжения железнодорожного района города Ульяновска. Сегодня водоснабжение подается во все многоквартирные дома, на все социальные объекты. Сейчас служба 0,5. Городская служба проводит обследование каждого многоквартирного дома. Однако ремонтные работы по восстановлению водоснабжения временные, добавляет Вавилин. С сегодняшнего дня начинается строительство двух новых водоводов. К 1 сентября должно быть все готово, чтобы успеть к отопительному сезону. Жители Кендяковки боятся, что за это время ситуация может повториться. О своих опасениях они заявили во время прямого включения на штабе. В свою очередь Алексей Русских просил отблагодарить аварийные бригады, которые, цитата, работали без сна и отдыха. Выразил благодарность и волонтерам. Они доставили нуждающимся более 15 тысяч литров воды. А вот местную администрацию глава региона пожурил за дезинформацию о подаче воды, которая неоднократно менялась. В случае выявления каких-то вот таких нештатных ситуаций я прошу сообщать немедленно. Потому что после дела мы три часа с вами потеряем. Далее по значимости коронавирусная повестка. За последние сутки в регионе выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19. В Ульяновской области намерены ужесточить ковидные ограничения. Правда, пока антиковидные меры на уровне проекта. Если изменения в указ губернатора одобрит глава региона, то режим повышенной готовности продлится до 26 сентября. Закроют фудкорты, кинотеатры и театры. Отменят концерты и массовые мероприятия. В торговых центрах вновь запретят находиться несовершеннолетним. Там уберут Wi-Fi, а в ЗАГСа количество гостей уменьшит до 10 человек. Предлагается ввести так называемые COVID-фризоны, которые дают возможность организациям осуществлять свою деятельность. Ночные клубы, кинотеатры, театры, объекты культуры. Они смогут работать, если их владельцы, собственники заявятся для получения статуса COVID-free зоны. А я напомню, для этого нужно провакцинироваться 100% персоналу. И, соответственно, доступ будут туда иметь люди, которые провакцинировались. В Ульяновск области коллективный иммунитет выработан на 52%. Работают 60 пунктов вакцинации. В сутки вакцина получает порядка 1700 жителей. Минздрав готов прививать до 4,5 тысяч человек за 24 часа. Средние сроки лечения пациентов непривитых в настоящее время составляют порядка 13-14 дней. Средние сроки лечения привитых пациентов составляются в среднем 9,5-11. Это один показатель, который говорит о том, что заболевание что-то относительно легче. Это первое. Второе самое главное, что количество осложнений у пациентов привитых полностью достоверно ниже. Обсудили на штабу подготовку к отопительному сезону. На данный момент готовность 90% на особым контроле в профильном министерстве. Закупка твердого топлива, подготовка четырех теплоисточников в Павловке, а также модернизация котельной Корсунской центральной городской больницы. Что касается гидравлических испытаний, нами размещены в ГИС ЖКХ и на порталах всех графики осенних гидравлических испытаний. Испытания проходят только в соответствии с графиками. В десяти муниципальных образований проходят гидравлические испытания без порывов. В базарном ССГХ был порыв, его устранили. Александр Костомаров отчитался по обращениям граждан в соцсетях. Традиционно в лидерах вопросы по линии здравоохранения. Однако зафиксированы повторные обращения после прямой линии главы региона. Так, 317 жителей из Цельнинского района снова жаловались на плохой интернет. Это говорит о том, что министерство не отработали вопросы. Заключил исполняющий обязанности замгубернатора. На штабе также утвердили дату открытия новой развязки на президентском мосту. Движение по участку откроют 25 августа. Рината Леулова, Александр Кудрышов, Уллправда ТВ. Пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом объявил президент Владимир Путин. По его мнению, действующая льгота в тысячу рублей к пенсии неэффективна и слишком мала. Выплату получат все люди пенсионного возраста, включая тех, кто продолжает работать. Кроме того, главой государства было предложено единовременно выплатить 15 тысяч рублей военным. Со слов президента, государство должно поддерживать эту категорию граждан. Тем более, что они выполняют важнейшую функцию по защите Отечества. Льгота коснется всех категорий военнослужащих. Сегодня Ульяновский водоканал начал подачу воды на верхние этажи домов в Железнодорожном районе. Предприятие начало стабилизировать давление в системе холодного водоснабжения поэтапно. Однако, вместе с этим появились порывы и в других частях города. Александра Никитина продолжит. Центр города остался без воды. Сегодня днём на улице Бебеля, 48, зафиксирована скрытая утечка в магистральном трубопроводе. Коммунальные службы среагировали вовремя, а большой прорыв удалось избежать. Повреждённый участок захватывает улицы Матросова, Ленина, Гончарова и Комсомольская. Сейчас мы нашли тепловую линию, трассу. Чуть если даже пойдём ниже в сторону Комсомольска, у нас происходят пересечки. И водопроводный начальник на улице Бебеля, 55, водопроводная линия проходит начальник. И также происходит канализация, пересечка. Чуть пониже этой пересечки у нас проходит абонентский кабель тоже. Работы по ликвидации обещают закончить уже к концу рабочего дня. Чем вызвана утечка, сейчас сказать сложно. Предварительно одной из основных причин является скачок давления и смещение грунта. Завод по производству полутрузионного профиля откроют в Ульяновской области. Соглашение об инвестировании в строительство предприятия подписано между главой региона и генеральным директором компании в присутствии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Часть оборудования закуплена. Выпуск продукции планируется начать в декабре. Министр промышленности и торговли Российской Федерации проверил, как развиваются наши предприятия. Денис Мантуров посетил три ульяновских индустриала. Начали с завода по производству лопастей для ветрогенераторов компании «Вестас». Для того, чтобы огромные крылья для ветряков были длиннее и надежнее, необходимо внедрить новую технологию. В этом уверены инженеры. Полутрузионный профиль презентовали на заводе высоким гостям. Это прямоугольный профиль из углеродного волокна с высокой степенью пропитки композита. Он позволяет увеличивать длину лопасти без прибавки в весе. Скоро в Ульяновской области появится завод по производству этой детали. Представитель компании «Инвесторы» подписал соглашение с Алексеем Русских. 50 новых рабочих мест и 300 миллионов рублей инвестиций обеспечены региону. Производство расположится на территории портовой особой экономической зоны в индустриальном парке «Платформа», заняв помещение площадью 3000 квадратных метров. Соглашение об инвестировании в строительство завода по производству полутрузионного профиля в Ульяновской области подписывают временно исполняющие обязанности губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью ДООАКС РУС Михаил Александрович Столяров. Планируемый объем инвестиций в проект составит 300 миллионов рублей. Денис Мантуров вместе с Алексеем Русских посетили станкостроительный завод ДМГ «Мори». На территории предприятия состоялась выставка, сделанная в Ульяновской области. На площадке красовались наши автобусы «Симаз», машина для скорой помощи и современные модели автомобилей «УАЗ». Компания им составила свои бойные машины от завода «Металлоконструкция». Действительно, продукция уникальная, она востребована, особенно в ковидный период. Есть определенные сложности с выводом этой продукции на российский рынок, но я уверен, что Министерство промышленности и торговли подключится к этому. Министр промышленности и торговли высоко оценил уровень местной индустрии и пообещал помочь в развитии. С учетом того, что у нас с этого года реализовывается новая мера поддержки по софинансированию региональных промышленных программ, мы договорились с Сергеем Юрьевичем о том, что регион получит заявку, в конце концерта мы будем проводить конкурс на получение субсидий на промышленную инфраструктуру или на докапитализацию регионального фонда. Ульяновский электромаш получил вторую жизнь в новом обличии. Теперь на базе его корпусов выпускает гофрокартон и упаковку завод «Арвбум». Денис Мантуров вместе с Алексеем Русских нажали символическую кнопку пуска и завели многочисленные станки. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Вплоть до 30 сентября на территории Ульяновской области введен особый противопожарный режим. В этот период любое сжигание травы и мусора, разведение костров запрещено. Однако многие запреты чаще всего игнорируют. Как итог, многочисленные пожары. 7 тысяч квадратных метров леса сгорело в Барышевском районе. 7 тысяч квадратных метров леса сгорело в Барышевском районе. На территории Жадовского участкового лесничества произошел сильный пожар. Как отмечают лесники и специалисты лесопожарной станции, причина пожара банальна – непотушенный окурок. Затушили с первой низовой пожар. А сейчас внутри очага затушим остальное. И маленько начинается верховой, но мы успели затушить. Претратили верхового пожара. Пожароопасный сезон в Ульяновской области сотрудники МЧС объявили еще весной. Однако не эта нежарко-засушливая погода не останавливает любителей покурить и пожарить шашлыки. Как результат, за сезон было ликвидировано более 80 лесных пожаров. Два из них произошли по вине лесопромышленного комплекса и 86 по вине жителей Ульяновской области. За нарушение правил безопасности к административной ответственности привлекли два юридических лица, а также пять ульяновцев со штрафом в 5000 рублей. По остальным случаям возбуждены административные дела, по которым в настоящее время идет разбирательство. Обращаясь к жителям Ульяновской области, в связи с аномально высокой температурой на территории Ульяновской области, на территории Государственного лесного фонда запрещено сжигание и разведение костров и ограничено нахождение населения на территории Государственного лесного фонда. В рамках Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность для населения и для юридических лиц со штрафом более 500 тысяч рублей. Как отмечают в Министерстве природы и цикличной экономики, в этом году по федеральному проекту «Экология» более 63 миллионов рублей направлено на закупку необходимой техники и оборудования для тушения лесных пожаров. Стоит напомнить, что МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде и объявляет оранжевый уровень опасности. В Ульяновске в третий раз прошел стрит-артофестиваль «Контур». На этот раз он стал частью 10-го международного архитектурного фестиваля «Экоберег». Что подарил фестиваль жителям Ульяновской области, смотрите в материале Ирины Антоновой. В этом году стрит-арт-фестиваль «Контур» расширил географию. Благополучателями его проектов стали жители Ульяновска, Димитровграда и рабочего поселка Чердаклы. Несмотря на то, что сам фестиваль стартовал 20 августа, художники и участники «Контура» стали расписывать фасады гораздо раньше. В Ульяновске с 13 августа, в Димитровграде с 15-го. И, конечно, будут продолжать оформлять стены, пока их не завершат. В Димитровграде питерский художник Владимир Телиш будет расписывать заднюю сторону ЗАГСа города Димитровграда. Шикарная просто работа, уже можно там ее лицезреть, все довольны, жители, что нас радует очень. И это находится на проспекте Димитрова 8А. И в Чердаклах мы будем расписывать стену Дома культуры местного. Там будут работать пять наших местных ульяновских художников. Поскольку «Контур» стал частью 10-го международного архитектурного фестиваля «Экоберег», тема экологии красной нитью прошла сквозь все мероприятия фестиваля. И, конечно, отразилась в работах художников. Особенно хорошо раскрыта тема на фасаде здания, расположенного на улице Стасова 11А. На нем появились два символа Ульяновской области. Местный аленький цветочек, дикий краснокнижный пион и головоногий моллюск Аммонит, который проживал в наших краях миллионы лет назад. Фасад расписывает абхазский художник Кадир Твамба, участник берлинского арт-проекта «Стрит-арт Берлин». Также его рисунки можно увидеть в городе Сухом, на улице Убыхская и по проспекту Ай-Аира. «Самое главное, когда художник рисует, все равно ждет этот ответ люди, как смотрят работу, нравится или нет. Я рад был очень, потому что негативное чувство вообще я не чувствовал. Люди всегда сказали, еще больше мы хотим такое рисунок увидеть. Сегодня, в примере, работаю стена, женщина сказала, я тоже хочу в своем доме такой большой, огромный рисунок увидеть. Как могу, как будем связи, я сказал. Следующий проект, может быть, в вашем доме будем рисовать». Оформлять фасад Кадиру помогал ульяновский художник Данила Лапшин. «Рисую 10 лет, в двух командах состою. Одна «Five Points», другая немного скрытые названия. Именно граффити для меня как хобби. Также я занимаюсь художественным оформлением. То есть рисую в кафешках, а сам как хобби-шрифтовик рисую шрифты». Кстати, расписать фасад дома Настасова предложила старшая по дому. Она вышла на организаторов «Контура» и попросила включить их дом в программу. Напомним, стрит-арт-фестиваль «Контур» проводится на грантовые средства, реализуется Центром инновации и коммуникации в партнерстве с фондом «Ульяновск. Культурная столица». В «Ульяновске» завершился областной педагогический форум в разнообразной и насыщенной программе. В этом году большое значение участники мероприятия уделили вопросам воспитания школеров. На одной из экспертных площадках побывал мой коллега Антон Никонов. Программа воспитания в школе «С чего начать, чтобы заработала» – так называлась одна из экспертных площадок областного педагогического форума. Региональное сообщество учителей среднего общего образования в этом году уделило большое внимание воспитанию гармонично развитой личности. Спорили о том, когда нужно включать воспитательные функции в дошколки или же с приходом в образовательную организацию. Затронули темы календарно-тематического планирования учебного процесса. Поговорили о важности внеклассной работы и организации досуга школьников. Мы являемся ассоциированной школой ЮНЕСКО, добавили модуль, посвященный именно ЮНЕСКО. Поскольку это одна из генеральных линий нашей школы. И точно так же у нас изменился модуль, связанный со школьным самоуправлением. Потому что у нас был человек, который вел внутри школы школьный парламент, ушел человек, исчез парламент, пришлось переделывать модуль. Также особое внимание уделили теме обучения национальных меньшинств, детей с девиантным поведением и с ограниченными возможностями здоровья. Как вспоминает помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Сергей Морозов, в годы его юности даже не возникало подобных вопросов. Все были равны, а школьная преступность носила скорее выпиющий единичный случай, нежели систему, которая все чаще наблюдается в современной школе. Мы все родом в Советском Союзе здесь находящиеся. Кто-нибудь когда-нибудь, даже при своем таком, может быть, отчасти хулиганском характере, мог себе позволить обозвать учителя? А уж тем более руку поднять. А уж тем более прийти и совершить преступление в стенах школы. Кто-нибудь мог? Нет. По данным социологических исследований, на вопрос российским школьникам, какие ценности для них являются приоритетными, сегодня 73% выбирают здоровье, 69% отдают предпочтение личному успеху, 54% делают ставку на любовь, 43% говорят о своем интересе к путешествиям круглый год и 39% выбирают для себя главным разнообразный досуг. Таким образом, у подавляющего большинства учащихся учеба занимает далеко не первое место. Педагогическое сообщество продолжает искать новые формы для вовлечения школьников в учебный процесс, чтобы за годы обучения и воспитания в школе он играл ключевую роль в жизни детей. Антон Никонов и Герман Баранов, Уллправда ТВ. Специальный проект нашего телеканала «Песни о войне», приуроченный к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, вошел в лонглист национальной премии за высшие достижения в области журналистики «ТЭФИ Мультимедиа-2021». Корреспондент телеканала «Улправда ТВ», член Союзов журналистов и композиторов России Антон Никонов вместе с лауреатом международных конкурсов Аленой Гуляевой выступили не только как собеседники, но и как музыканты-исполнители легендарных мелодий военных лет. Отмечу, что в этом году на соискании премии «ТЭФИ Мультимедиа» было подано больше тысячи работ. Больше всего заявок поступило в блоки «Диджитал» и «Телевидение». Национальная премия «ТЭФИ Мультимедиа» организована Фондом Академии Российского телевидения и Союзом журналистов России. Имена победителей по 25 номинациям будут объявлены 11 сентября в Зимнем театре города Сочи. 24 августа в Ульяновской области ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Днем температура воздуха составит 23 градуса, ветер северный 5-9 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова